Сегодня в список регионов, где зафиксирована эпидемия гриппа, добавили Москву и Московскую область. В связи с опасностью вируса, многим детским учреждениям дали право объявлять карантин. Специалисты отмечают, высокая заболеваемость и даже летальные исходы связаны с мутацией этого вида инфекции. Например, в Екатеринбурге решено закрыть все школы, пока пик заболеваемости не будет пройден. О том, как попытаться уберечь себя от вируса, в репортаже Ивана Прозорова. 36,3. Молодцы, все хорошие. Проходите. Дорогу к знаниям в Сочинской гимназии номер один охраняют врачи. Вирус не пройдет. На входе медосмотр. Лазерный термометр показывает 38 градусов и школьник с подозрением на грипп отправляется в кабинет дежурного медика. Тщательная проверка и совет пропустить несколько дней занятий. При первых признаках вирусной инфекции нужно обязательно обратиться к врачу. И врач уже даст лечение квалифицированное, грамотное. И, конечно, при первых признаках не нужно пускать ребенка в школу. Такие своеобразные утренние фильтры появятся и в Москве. Об эпидемии гриппа и ОРВИ объявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева. Порог превышен на 40%. Большинство заболевших – дети. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения – карантин. Не только для школ и детских садов. Медиков призвали чаще обслуживать пациентов на дому, чтобы не заражать друг друга. В России эпидемический порог превышен в 48 регионах. Всего неделю назад таких было 14. Сегодня заболевших уже сотни тысяч человек. Без летальных последствий не обходится. Смертельные случаи на Ямале, Урале, в Центральной России. В Санкт-Петербурге из-за эпидемии в режиме «За стеклом» – инфекционная больница имени Боткина. Посетителей не пропускают. Плановая госпитализация ограничена. В Северной столице 22 человека скончались от осложнений. Поздняя госпитализация – один из бичей тяжелого течения гриппа. Это именно сам грипп, который дает быструю пневмонию. Которая развивается и может присоединяться к вторичной инфекции. Но, как правило, при H1N1, по опыту 2009 года, мы имеем истинное вирусное поражение легких. Очень тяжелое. Тот самый случай, когда промедление смерти подобно. Ослабленный иммунитет, несколько сеансов самолечения и, на первый взгляд, банальная простуда превращается в тяжелейшие испытания. У трехлетней Иры температуру в 40 градусов сбивали два дня. Когда болезнь вроде бы отступила, внезапно началось сильное кровотечение. Ребенка удалось спасти. Попали сюда сначала в хирургию, потому что с подозрением на желудочное кровотечение. Там определили, что это вследствие вируса и положили под капельницу в инфекционное отделение. В отличие от обычного сезонного гриппа, такие осложнения дает H1N1. Опасный вирус подхватывают те, кто осенью не сделал прививку. Вакцины содержат этот известный медикам штамм. Это наш старый знакомый, с которым мы встречались в 2009 году и который наделал очень много шума. Но в отличие от прошлых лет, сейчас есть стандартные методики лечения, разработанные алгоритмы порядки лечения. Мы знаем, как лечить этот грипп. Поэтому в этом году, как никогда, очень многое зависит от самих жителей. Ни в коем случае нельзя надеяться на наш русский авось и ждать, что само все пройдет. При первых же признаках температура, головная боль, слабость, кашель. Врачи советуют вызывать домой дежурную бригаду. А чтобы не подхватить заразу на улице, призывают избегать массовых мероприятий. И дают простые советы, среди которых и не очень привычные россиянам. В западных странах сегодня детей учат правильно чихать. Не в руки, а в сгиб локтя. Прямо вот так вот чихать. Чтобы руки были чистые, чтобы руками не передавать возбудителя друг к другу. Проветривать помещение, мыть руки, носить маски заболевшим или здоровым, если они общаются с большим количеством людей. Это, безусловно, приведет к тому, что мы быстро преодолеем этот эпидемический подъем. Пока это не произошло, по требованию Роспотребнадзора, закрывается больше 800 школ по всей стране. Не всех учеников этот факт расстроил. Девятиклассник Степан из Воронежа использует время, чтобы научиться играть на гитаре. Но, говорит, учебу не забрасывает. За эти 10 дней, которые мы прогуляли, учителя потом компенсируют это все потери. Уроками, заданиями. Уроками, заданиями, домашними и всем остальным. Будет веселая жизнь. По мнению специалистов, пик заболеваемости впереди. Самыми тяжелыми могут стать нынешняя и следующая недели. Из-за эпидемии в Санкт-Петербурге завтра отменены ряд конференций и встреч, посвященных годовщине снятия фашистской блокады. Но медики призывают не паниковать. Через 2-3 недели, по их словам, волна заболеваемости пойдет на спад.